Этой дискуссии руководители шахтинских НКО ждали давно. На сегодняшний день на территории города действуют более сотни некоммерческих организаций. Три из них в этом году стали победителями конкурса фонда президентских грантов. Но по словам представителей НКО проблема в том, что не всегда понятен механизм взаимодействия с органами власти. Потому что ситуация неопробирована, не прописана и власть со своей стороны боится, как ответственная, что-то сделать неправильно, что-то сделать не в рамках. А как в рамках никто не знает, потому что механизм взаимодействия не прописан. И каждое взаимодействие начинается как бы заново под каждую организацию. Чтобы сделать совместную работу более эффективной, в шахтах создан ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО. Она осуществляется путем передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества. И по мнению участников встречи, существующие в городе НКО своим примером доказывают, что действительно являются третьим сектором. Это потенциал, очень большой потенциал идей, дел, творчества, отношения к тем проблемам, которые сегодня решаются. По итогам встречи ее участники договорились о взаимодействии на площадках городской и областной общественных палат, а также ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы сегодня услышали, что общественность города Шахты очень активная, хочет принимать участие в жизни города. Администрация города открыта. Именно некоммерческие организации могут объединить людей по проблемам, по интересам. И только они могут ее раскрыть таким образом, чтобы администрация, исполнительная власть, депутатский корпус услышал и принял вместе с ними правильные шаги. Я думаю, что все нас услышали. Огромная благодарность Василию Юрьевичу. Огромная, что он это быстро, так мгновенно, молниеносно, можно сказать, решил все это. И нас собрали. Мы очень рады. Очень рады. Надеемся только на плюсы. По словам власти города, такие встречи будут проходить регулярно.